Питер Цукахиро 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 Каждая волна в море будет отличаться от следующей Каждая травинка, которая когда-либо существовала или будет существовать отличается от другой Каждый листочек на каждом дереве произраставшем где-нибудь когда-то или на том дереве, что еще только будет расти где-то в мире уникален Так же и человек – венец Божьего творения. Та часть творения, которая, согласно Писанию, создана им по образу своему, конечно же, каждый человек уникален. Есть нечто особенное для каждого из нас. И Библия пишет, что прежде нашего рождения Бог создал нас для определенной цели. Был определенный план в Его разуме и большая мечта в Его сердце для каждого из нас. В Боге было огромное желание, Его отцовская любовь, пребывающая в Его замысле для каждого человека. Итак, Бог знает, что человечество несовершенно и сломано. Но, несмотря на это, мы созданы по образу Божьему, и каждый из нас уникальный и особенный. Но образ всего человечества в каждом мужчине и в каждой женщине был нарушен, разбит. Образ и по-прежнему там, но теперь это разбитый образ. И Бог взывает к нашим разбитым сердцам, к нашим разбитым жизням и разбитому обществу. Он взывает со своей великой любовью и искупительное качество Его любви, и Его правды пытается вернуть нас вновь к той истине, что сделает нас свободными для того, чтобы нам стать теми людьми, которыми мы должны были быть изначально. Но большую часть времени мы игнорируем этот призыв. До того момента, как что-нибудь произойдет с нами такое, после чего мы осознаем нужду в Боге. И тогда мы начинаем осознавать, что Бог призывает нас. Божий призыв особенно сфокусирован через библейскую проповедь, но Он не ограничивается этим. Мы можем слышать Божий призыв через отцовскую и материнскую любовь, через верность мужей и жен, через дружбу, красоту природы, через поразительную вселенную. Бог говорит к нам посредством многих, многих, многих различных путей. Он говорит круглосуточно. Но в тот момент, когда мы вдруг осознаем Его призыв, пред нами предстает выбор, что мы ответим. Ешуа сказал, много званых, но мало избранных. В чем разница между званными и теми, кто оказался в числе избранных? Я думаю, это происходит приблизительно так. Мы осознаем нашу нужду в Боге, мы начинаем слышать Его призыв, и что-то происходит глубоко внутри нас. Мы принимаем определенные решения, некоторые из них маленькие, некоторые большие, но мы производим серию решений, которые поворачивают всю нашу жизнь по направлению к источнику призыва. И где-то в процессе этого обращения мы попадаем к той категории людей, которая призвана быть избранными. Иными словами, я говорю, что мы избираем быть избранными. И когда мы становимся избранными, в Библии есть для этого слово. В Библии в оригинальном греческом тексте Нового Завета используется греческое слово «экклесия». Это означает «те, кто призваны». Не просто те, кто был созван, а те, кто был призван от тщетности, от безнадежности, от сломленности, в свет, полноту и силу. Вот те, кто призван от чего-либо, называются «экклесия». В русском языке это слово мы переводим как «церковь». Вы видите, в соответствии с Писанием, церковь – это не организация, не здание. Это просто люди, которые услышали Божий призыв и ответили на Него. И когда это осознание к нам приходит, мы можем обратиться к Богу в молитве и спросить Его, «Что ты задумал для меня? Каков твой план для моей жизни?» И я верю, что когда мы хотим делать то, что Он для нас задумал, мы начинаем осознавать, что в нашем сердце есть непреодолимое стремление делать нечто, что порождает внутри нас радость, это любовь, делать именно то, что Бог нас призвал делать. А вместе с этим стремлением приходят и дары. То, что я называю «духовные дары», есть целый ряд духовных даров в Библии. Один из таких списков духовных даров можно найти в 1 Коринфянам, 12 главе, с 4 по 7 стихи. Там говорится, «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Римлянам 12 глава содержит другой список даров. Я верю, что ни один из этих списков в Библии не является завершенным. Есть столько много духовных даров, сколько существует людей в мире, и ваш дар сотворен специально для вас. В тот момент, когда мы начинаем делать то, что для нас задумал Бог, эти дары начинают действовать в нас и проявляются в виде особенных способностей. Мы вдруг обнаруживаем, «О, да я, оказывается, хорош в этом». И не вы один это осознаете. Другие люди вскоре придут и скажут вам тоже, «Вы знаете, я наблюдал за вами, и в действительности так хорошо вы это делаете». Так что с этим дерзновением и способностями, которые начнут проявляться, если мы посвятим себя этим вещам, будем следовать им и постоянно практиковать, я верю, этот проявляющийся в наших жизнях план Божий принесет радость в сердце Бога, и он прикоснется сверхъестественной силой к вашему дару. Я называю это помазанием. И никто не способен это помазание передать вам, только вы сами можете найти его. Это помазание приводит к сверхъестественным проявлениям в жизни людей. Это делаете не вы. Вы просто движетесь в том, в чем хороши, повинуясь Богу. Бог использует эту возможность для того, чтобы сделать нечто особенное, изменить жизни других людей вокруг вас. И это очень важно. Ведь каждый из нас в конце жизни предстанет пред Богом и даст отчет о том, что мы делали и что говорили. В тот день мы пожелаем показать Ему результат нашей работы, пожелаем принести Ему плоды. Ешоа в Матфея 25 главе рассказывает нам притчу о талантах. В этой притче Ешоа рассказывает о трех слугах, которые получили от своего Господина деньги. Затем Господин уезжает надолго, но обещает вернуться и потребовать у них отчет. И когда Господин возвращается, двое из слуг получают от него благодарность. Господин говорит им следующие слова. Давайте откроем Матфея, главу 25 стихи 21 и 23. «Господин сказал одно и то же этим двум слугам. Он сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». И благодаря этим словам в Библии многие из нас искренне желают услышать такие же слова в тот день, когда предстанут пред царем и дадут ему отчет о делах своей жизни. И нам хотелось бы видеть радость на его лице в тот день. Это важно рассуждать об этих вещах, ведь все мы хотим хорошего отчета в тот день. Позвольте привести вам пример. Если бы некто сказал вам, какие вопросы будут на предстоящем выпускном экзамене, в то время как вы учитесь в школе, вы бы сосредоточились на изучении именно этих вопросов. Не так ли? И если бы вы знали, что будет на окончательном экзамене, вы бы также знали и то, о чем вас точно спрашивать не будут. Таким образом, вы сконцентрируете внимание только на том, что будут спрашивать преподаватели. Точно так же обстоят дела и в Царстве Божьем. В тот момент, когда наши жизни подойдут к концу, и мы предстанем перед Богом, Он намерен спросить нас о тех вещах, которые Он нам даровал. Он намерен задать нам вопрос в первую очередь о том, для чего Он нас предназначил, том, для чего мы были им сотворены, как использовали дары, что Он дал нам. Он не намерен спрашивать нас о каких-то других вещах. Так что очень важно слышать Его призыв, чтобы найти то, в чем мы одарены, использовать дар пред Ним, позволить Ему излить помазание на наш дар, производить плод и требуемый результат, чтобы получить хороший отчет. В день Он и нам всем хотелось бы видеть радость на лице Господа. И я верю, что уже сегодня, если мы следуем Его плану, улыбка сияет на Его лице. Давайте подведем итог. Как вам найти свое место в Божьем Царстве? В Библии есть примеры служителей Божьих, кто был призван и избран и наделен дарами прежде рождения своего, и эти примеры предназначены для нашей пользы. Что было справедливо для них, подходит и нам. Мы намерены найти свое призвание, определить источник наших даров, найти то помазание, то расширение прав и возможностей, которые приходят от Бога и изменяют нашу жизнь. В конце дней мы дадим отчет за то, что мы сделали, что мы говорили, и очень важно, насколько мы следовали этим путем. Тогда радость все больше проявляется на Божьем лице. И в день оны, когда предстанем пред Ним и дадим отчет, Он скажет, «Хороший, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Переведено и озвучено студией «Оазис Медиа». Наш сайт – oasismedia.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова